Добрый день, в эфир Радио Нарва, у нас в гостях Михаил Стальнухин. Добрый день, практически и не уходил. Да. Вот уже несколько дней активно муссируется тема, связанная с большой ссорой между министром юстиции и генпрокурором. Дошла до того, что в беседе одного с другим, сейчас я боюсь ошибиться, доверительной беседе, ну, тет-а-тет, кто-то даже записывал этот разговор. Причем он этим похваляется. Да, это жуть просто какая-то. Министр юстиции, насколько я понимаю, должен сделать так свою работу, чтобы судебная система работала как часы. Разрушится эта система, будет хаос. Нет взаимодействия между принципиально важными структурами. Хаос, он не возникает ниоткуда, он всегда находится где-то рядом с нами. Просто вы его пускаете в свою жизнь или не пускаете. Задача министра юстиции, как многих других министров, в первую очередь состоит в том, чтобы вышибать деньги из госбюджета для своего ведомства. То есть, если в твоем управлении находится какая-то недвижимость, тебе надо постоянно нести заботу над тем, чтобы она не рухнула в какой-то момент, чтобы она была в порядке, чтобы люди могли там работать или ею пользоваться. Если в твоем подчинении какое-то количество людей, значит, надо обеспечивать, чтобы у них была конкурентная зарплата, чтобы не происходило бегство, как были годы, когда из полиции народ массово увольнялся, потому что абсолютно неконкурентная зарплата и все такое прочее. То есть, министр это директор бани. Он может заниматься, министр у нас бывает, что человек был министром обороны, потом сразу министром образования, а потом он министр финансов. Это конкретный человек. И их функция не в том, чтобы знать суть того, что происходит внутри, а в том, чтобы обеспечивать работу вот этого вот организма. В каждом министерстве есть такая должность, как канцлер, вице-канцлер. В некоторых министерствах их, по-моему, несколько, хотя могу ошибаться, меня никогда это особо не интересовало. Вот это вот те люди, которые занимаются непосредственно прямой работой. Они готовят документы для министра, и это они определяют, что ему существенно знать, а что ему знать не так уж и надо. Естественно, если у него есть природное любопытство и регулярно его мучают, то ему будут поставлять вот эту информацию. Но, в принципе, слушайте, когда ты политический министр, у тебя столько дел, туда надо съездить, там где-то мероприятие в школе открыть. Туда надо съездить с зэками пообщаться. Выборы же регулярно происходят. Вот, поэтому всегда особенный интерес вызывает ссора, которая происходит между вот таким политическим назначенцем, который, как правило, по профессиональному своему профилю, он никто вообще вот к этим людям по отношению. Вот, и теми людьми, которые долго на протяжении лет строили свою профессиональную карьеру именно вот на этой стезе. Вот эти вот политические назначенцы, они очень часто доводят людей до белого коленя. У меня в былые годы однажды был такой конфликт с министром внутренних дел. Ну, там доходило до того, что, ну, у нас чем страна хороша, если у тебя есть кто-то знакомый в какой-то местности, ты при желании можешь все узнать сразу. Слушайте, и простите, я перебью, я просто хочу отметить, конфликт с министром внутренних дел, знаете, это не каждый себе может позволить. Вот, а у меня он случился, и это тот самый министр, который чуть погодя спустил работникам министерства план по вскрытию коррупции. То есть там не просто было, что давайте, ребята, боритесь, корруппанов к ответу. Нет, он им четко дал показатели, сколько надо чего найти. Я хочу напомнить, что тогда это кончилось его отставкой, насчет отставки правительства не помню, но, может быть, и это было. Ну, вот эти вот мелочи, это то, что в памяти держать смысла особого нет. Так вот, я однажды выступал на тему, ну, то есть министр меня доставал своими методами, а я его доставал своими методами. И, в частности, я ему каждую неделю выдавал по несколько запросов там, в Ригикогу, поскольку огрехов за ним водилось множество, ну, я, соответствующим образом, и поступал. Вот, и по понедельникам мы с ним припирались до позднего часа. Это продолжалось довольно долго. Однажды я сказал, что беда состоит в том, что у нас есть профессионалы, но их отодвигают в сторону. И такими важными вещами, как оборона государства, медицина или тот же правопорядок, этим занимаются не профессионалы, а какие-то политические назначенцы. И что вот человек, который прошел по служебной лестнице, ну, скажем, грубо говоря, от констебля до префекта, вот у него есть и моральное, и какое любое другое право руководить вот этим ведомством. А ты, если ты учитель труда, какого черта ты вообще поперся вот в этот кабинет? Просто потому, что он министерский, вот. Я к чему эту рассказываю историю? Я когда выходил из парламента, а там у нас внизу сидят на вахте полицейские. Да. Вот. А у них есть возможность слушать то, что происходит в зале. То есть они сидят, смотрят на камеры, там камеры слежения на площадь, на вход и все такое прочее. У них есть возможность слышать вот эти вот препирательства, которые происходят в зале. Вот. И, значит, я подхожу там некоторое время, чтобы приложить, чтобы дверь открылась, я выхожу. И тут из вот этой вот коморки, где сидят полицейские, я бы не стал это рассказывать, если бы можно было определить, кто это были, но столько лет прошло, что уже это безопасно, тут выходят двое полицейских молча, молча, пожимают мне руку и молча уходят. Достойно. То есть вот эти вот, которые ничего не понимают, которые не знают, чем отличается постовая служба от расследования, и когда они начинают вот таким вот ведомством командовать, от них, ну такое горе, ну такая беда. Просто ужас. Поэтому, с одной стороны, я вроде как на стороне прокурора. Я особо им не интересовался, но я подозреваю, что у него все-таки юридическое образование, и, наверное, он прошел по лестнице там от юриста, там судья, и кем он мог еще там быть, значит, он и прошел. Но меня пугает другое. Меня пугает то, что он записывал эти беседы, если судить. Просто эта новость бросается в глаза. Я так понял, что он записывал свои препирательства с министром, и он собирается в своей защите теперь, значит, исходить из вот этих записей. Но если кто не в курсе, я могу объяснить, что у нас введение записи каких-то бесед, они запрещены. Вы можете что-то записывать только если человек, с которым вы беседуете, дал на это согласие. Вот и все. И я в этой связи, может быть, в законах что-то за это время поменялось, может быть, на это уже просто не обращают внимания. Но мне кажется, как-то очень странно это, если на таком уровне происходит несанкционированная запись, а на что могут рассчитывать прочие люди, которые не министры. Ведь возможность записать все, что вы говорите, сейчас технически это не представляет никакой сложности. А дальше уже, как вы будете трактовать то, что человек говорил? То есть это получается, что даже пошутить уже нельзя. Потому что в распечатанном виде, без ха-ха-ха и каких-то там искривлений тона, будет непонятно, это была шутка. Что конкретно он имел в виду? Что имелось в виду? Вот. Так что скандал имеет место быть. Он страшно всех интересует, что говорить о том, что нам больше говорить не о чем. Хотя есть о чем. Будем смотреть за результатами. В любом случае. Будем смотреть за результатами. Ну, надеюсь, это не доведет к такой ситуации. Было когда-то в истории Эстонии событие, когда человек уровня генерального прокурора был обнаружен полицейским патрулем на остановке автобусной. По-моему, это было в Ласнаме. И что? Ну, вы так... Михаил, раз уж вы там начали, давайте заканчивайте. Бухнул и закемарил. А, ну, это нормально. Ну, это ж с горя, с радости там. Вот. Хороший, кстати, человек. Вот. Так что, ну, спокойно дождемся. Скорее всего, сойдет на нет. Скорее всего, как-нибудь договорятся. Зависит, что там на пленку попало. Да. Спасибо большое, Михаил, за ваше мнение. И вам спасибо за то, что вы прослушали. Хотя сейчас конкретно... Ну, что, просто сидим и ждем развития событий. Да. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok